Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. Сегодня встала в 6 утра, даже где-то в пол шестого, полчаса повалялась и приступила к работе. Вчера в видео я вам показала, что я отшлифовала шлифовальной машиной старый стул. И вот вы видите сейчас новый. Как же мне нравится то, что у меня получилось. Уже и Монька его облюбовал, и подушечка эта, кстати. И стульчик этот получился с историей. Я не знаю, сколько этому стулу лет. Но, конечно же, у меня бы не поднялась рука его выбросить. Потому что я думаю, что этот стул переходил от одних хозяев к другим. И я думаю, что этим стулом владела еще самая первая хозяйка Мария, которая строила этот дом. Дом построен в 1972 году. Это я посмотрела по домовой книге, которая тоже является раритетной сейчас. Сейчас отменили эти домовые книги. Раньше они были. Я вижу историю самого дома. И думаю, что этот стульчик переходил по наследству от одних хозяев к другим. Сколько же этот стул услышал, увидел, да еще увидит. Да, раньше делали его, скорее всего, в Советском Союзе. Не, скорее всего, а уж точно. И делали тогда хорошо. Был такой знак качества. Кто родом из Советского Союза, те знают, о чем я говорю. Это такой пятигранник. И люди, когда видели этот знак на каких-то товарах, знали, что это добротный товар. И сделан он хорошо и качественно, добросовестно. Не то, что делают сейчас. Ножки стула здесь деревянные, сидушка фамера. То есть, это экологически чистый материал. Здесь нет даже клея. Здесь нет ничего, ни пластика, никаких других заменителей, которые мы придумали. Ну и, конечно, благополучно этим сейчас пользуемся. Я не говорю, что это плохо. Иногда это очень хорошо. Но этот стул не такой. А еще этот стул был моим Илешиным помощником. Мы на этом стуле делали ремонт. Вставая на него, я штукатурила стены. На нем пилилось что-то. В общем, это наш помощник. И я очень благодарна этому стулу. Так не хочется сгонять Моньку. Монечка, ты мне дашь показать? Вот, как будто бы услышал. Мое ты, солнышко. Молодец. Значит, вчера я отшлифовала этот стул. И сегодня... Нет, вчера уже покрасила двумя слоями краски. Сейчас покажу вам эту красочку, которую я красила. И сегодня покрыла лаком. Бесцветным лаком. А вот эта красочка от Uri Decision. Это французская краска. Вот вы видите, краска для мебели из дерева. Очень хорошая краска. Покупала я ее на Вальборис. Лешек, кстати, покажу, если Лешек снимет, что, как он отреставрировал свою кухню. У нас теперь очень похожие кухни-близнецы. Но об этом, конечно, в другом видео. Так, Лешек покупал эту краску ванильного цвета. Такая же, как и я, вот реставрировала кухню в Леруа Мерлен. 700 рублей стоит 800-граммовая банка. Здесь маленькая банка, по-моему, 340 грамм. Вот, поэтому в Леруашке, ну, намного дешевле, чем на Вальборис. Ну, поскольку у меня здесь нет Леруа Мерлен, Алешека ждать было долго мне. Я, конечно же, купила на Вальборис. Присмотритесь к этой красочке. Ну, очень хороша. Есть такой же лак от Uri Decision, но он дорогой. Я нашла более дешевый вариант Асента. Вот лак матовый. И покрыла им одним слоем пока что. Может быть, покрою еще разочек вот этот стул. Даже тоже прыгает в фокус. Наверное, потому что белая стена, и он не знает, на чем фокусироваться. Так что вот такой стульчик получился. Значит, сидушку. Опять же, из старых штор. Эти шторы висели в московской квартире у моего сына. Одна штора осталась целой, а вторую я, ну, в общем, там шила чехол неудачный получился. Скорее всего, пошью еще такие же декоративные подушечки к бежевому дивану, который стоит вот там от Хофф. Я думаю, что это будет, ну, очень-очень даже красиво. Ну, посмотрим, когда здесь будет пол, когда будет стоять диван. Ну, посмотрите, как мне нравится стульчик. Значит, я его, даже сидушку эту не приклеивала. Сейчас я вам вот так вот покажу. Просто вырезала по старой выкройке, которую я оставляла от этого стула. Вот она, эта выкройка, этот дермантин. Ну, вот просто положила на ткань, на старую штуру и вырезала. Вырезала и просто приклеила, натянув клеем титан. Ничего на машинке я не обрабатывала, ну, потому что это не стираться не будет, ничего с этим уже я делать не буду. Надоест мне эта сидушка оторву, поменяю, в общем, на другой материал, может быть, на другой цвет. Все очень просто. Да, сначала вот это я тоже отшлифовала на шлифовальной машине, убрала вот здесь остатки клея шлифовальной машины. И вот так вот это можно, конечно, приклеить, но я не знаю, надо ли. Да, еще сюда я, у меня был тонкий поролон, кусочек, а там была вата, ну, как бы вата, да, вот такая, как шьют одеяло раньше, из ватного одеяла были. Вот там был слой ваты. Я еще сюда, тоже вырезав по этому размеру, сделала кусочек поролона тонкого. Вон там лежит этот тонкий поролон. Это я, когда занималась ирландским кружевом, не знала, что еще существуют, в общем, специальные портновские манекены. Я пыталась сделать самостоятельно, ну, демонстрационный пластиковый манекен, хотела обклеить поролоном и втыкать в него иголки, вязать кружевом. Вот с той поры остался этот тонкий поролон. Вот ничего не выбрасывайте. Все я привезла со старой квартиры, и вот все это идет в дело. Чем же сегодня я еще занималась с утра? Во-первых, вымыла вот этот сундучок. Опять сундучок из Икея. Я вам уже говорила, что у меня очень много товаров из Икея. Вообще, конечно, мне не хватает магазина Икея в Чиплыгине. Но ничего, вот этот сундучок я покупала, это, наверное, скорее всего, 2005 год. Смотрите, какой добротный. Внутри бамбуковые вот эти перегородки. Это бамбук. Он усилен, вы видите, вот треугольничком усилено дно. И это натуральный ротанг. Сегодня я его весь помыла, поставила в ванную и из душа при помощи моющего средства, прям щёточкой, хорошо так почистила. Вы не представляете, какой запах стоит от этого сундучка. И он сохнет. Да, здесь кое-где, ну, уже от времени стал ломаться этот ротанг. Кое-что подклеило. В общем, я думаю, что он ещё долго нам прослужит. Здесь вот такие вот ручки. Это вот текло, наверное. Ну, жёлтая водичка от этого сундучка. Какие у меня планы? В этой комнате будет стоять угловой диван и очень не хватает маленького мобильного столика. Вот сегодня я этим занималась и хочу этой идеей поделиться вместе с вами. Смотрите, что я сделала. У меня была вот такая полка. Кстати, вот эта полка как раз была в ванной в старой квартире на тех кронштейнах, которые сейчас вот держат вот эту маленькую полочку. Ну, ширина, вот вы видите, это ушло под нишу батареи. И поэтому здесь получается узкое расстояние. Вообще, эти кронштейны были под вот эту полку, которую я тоже делала для ванной комнаты в бывшей квартире. И вот тоже эта киевская полка, покрытая лаком. С этой стороны лаком не было. И я приклеила вот сюда джутовый канат. Смотрите, как красиво получилось. Двуцветный получился этот квадратик получается. Может быть, в видео я вставлю вам, как это все делалось. Нужно начинать обклейку вот отсюда и идти к центру. Не от центра, а вот отсюда. Так у вас все будет ровненько. Вас вот эта веревочка выведет куда нужно, в центр. Вот. И вот этот канат я покупала на Вайтборис. А вот этот, другой цвет, мне Лешек привозил. Мы хотели котам делать дерево. Но мы его сделаем. Только немножко в другом месте, нежели я вам рассказывала. Но, в общем, поменяем место. Дерево для котов лазалки будет. Вот. И получилось вот такой двуцветный квадратик. Посмотрите, как уголки создали вот такой незамысловатый узор. То есть, что я делала? Итак, немного о процессе. Начинаем все это дело приклеивать не из центра, а от края до выбранной вами поверхности. Может быть, круглая, может быть, квадрат, прямоугольник, все что угодно. Смазываем клеем. Я вот использую кисточку. И здесь клей титан. И вот так вот, начиная от краешка, все это дело укладываю, придавливаю и движусь к центру. Вот таким образом. Смотрите, какая... Сейчас вот прям сниму. Идет грузится. Видите, это соседский кот Настя и Димы. Что, грузишься, да? Какой красивый. Кошечка это или котик? Наверное, котик. Идет, грузится с ошейником. Немножко отвлеклись, но не могла не показать вам это чудо. Вот идет ко мне в туалет. Дома живет, и кто-то в туалет ко мне ходит. Продолжаем разговор. Вот. И я обмазывала это клеем титан и просто приклеивала вот этот джод. Для чего? Смотрите, какая прелесть. То есть, на этом сундучке теперь смело можно сидеть, ну, даже самому такому тучному человеку. Не развалится, потому что эта полочка, она усиливает, распределяет ваш вес и не прогнется, не сломается этот сундучок. То есть, можно использовать как пофиг. Переворачиваем и вуаля! Можно попить чайку, кофейку, перекусить, сидя на диванчике в гостиной. и к тому же этот джод, он еще и, ну, то есть, видите, он не двигается, эта полочка, она не двигается, а лежит мертво. Вот такую поделку сегодня я сделала и уже комната начинает становиться такой уютной. и этот стульчик здесь хорошо смотрится. И вот этот сундучок, кстати, в сундучок можно положить плед, который будет стоять возле дивана. Захотели спать, знаете, как бывает, у вас такое бывает, захотели спать, а нечем укрыться. И вот прям пока вы дойдете там где-то, возьмете этот плед, вот тебе и сон прошел. А тут будет стоять сундучок, в котором внутри будет лежать плед, захотели спать, разморила, прилегли, вытащили быстренько плед, укрылись и отдыхаете. Я хочу, чтобы в нашем доме все было продумано до мелочей, чтобы это действительно было уютно и комфортно и было какое-то лицо у нашего дома, ну, которое будет в единственном числе. Сейчас покажу вам, что я вчера приобрела, тоже спонтанная такая покупка, дала, можно сказать, сижу без денег теперь, но ничего, 24 числа приедет Лешек и там будет уже полегче. А вчера я купила очень нужную вещь для нашего дома, просто незаменимую. А купила я вот такой громадный морозильный ларь бирюса. Долго я думала, рассматривала разные варианты, какой купить, какой по размеру, читала разные отзывы. Сначала мне казалось, ну, зачем такой большой 285 литров здесь, куда я его буду ставить, да и что я в нем буду хранить. А потом читаю отзывы и люди пишут, которые купили маленькие лари и потом все равно меняют их на большие. Ну, вот я по этому людскому опыту поняла, что мне нужен большой ларь. И стала думать, какой фирмы. очень хороший ларь Горинья. Присмотритесь к нему, на озоне он есть, 23 тысячи по-моему стоит, или 24, но опять же, этот ларь в мой озон в городе Чеплогин просто не привезут. Крупногабаритный товар сюда не привозится. Вот, да и Лешек не смог бы привезти это на машине на легковой, не смог бы впихнуть. Поэтому выход у меня был один, походить по нашим Чеплыгинским магазинам бытовой техники и посмотреть, что же есть в наличии. Кузьма, что ты там увидел? И вот зашла я в один магазинчик и увидела вот этот ларь. Вот он, Бирюса. Стоял этот ларь и стоял Атлант. Вот, расскажу немножечко нашего общения с продавцом. Атлант, значит, вот этот ларь стоит 20 тысяч 800 рублей. 21 тысячу я отдала, но 200 рублей дала, чтобы ребята занесли мне это в дом. Поскольку я сейчас женщина одинокая, дочь провожала папу, не было ее на месте в этот момент. Ну, в общем, я одна лежа в Москве, пришлось платить за то, что занесут. Вот, и второй ларь, который я увидела в этом магазине Атлант. Ну, и как бы у меня холодильник Атлант был, сейчас он у дочери холодильнику уже 20 лет, двух компрессорный, и я знаю, это белорусская фирма, которая выпускала очень хорошую продукцию. И я задала вопрос продавцу в этом магазине, Атлант лучше, ну, цена-то получается почти 3000 разницы, даже больше 3000. Она говорит, вы знаете, вы не смотрите название Атлант, сейчас это китайское производство, представляете, мы что же, все продали, белорусы. В общем, Атлант сейчас производится в Китае, представляете, я говорю, ну, а что же, цена такая, ну, а цена, вот люди ведутся, не спрашивают, не знают, это не, уже не Белоруссия, очень обидно, друзья, очень обидно, это уже Китай, вот, ну, и потом взгляд мой упал на вот эту морозильную камеру Белоруссия, и я спросила, а это производство чье, а это производство Россия, представляете, вот, сделано в России, в общем, я обрадовалась, во-первых, здесь гарантия 3 года, вот вчера мне ребята привезли и сказали, пусть у вас поработает 3 дня и потом придете, поставите печать, ну, на гарантию поставите, вот у меня документы, чтобы не быть голословной, вот цена этого ларя, 20 тысяч 800 рублей, Бирюса 305, почитала я отзывы и мне они понравились, вот, и через 3 дня, вот, наверное, послезавтра схожу, здесь есть гарантийный талон, вот, гарантийная карта, и я оформлю гарантию, ну, мало ли чего, так что, вот такие, такой мой выбор, очень большой ларь, метр, больше метра, вот, длина, 70, здесь, ширина, и 81 сантиметр, высота, но самое главное, посмотрите, как он вписался в ванную комнату, то есть, и в туалет можно сходить свободно, и как-то все стоит, ну, по одной линии, я немножко подвинула машинку, было как раз 5 сантиметров, и вот этот стеллаж, и все поместилось, ну, прям вот, можно сказать, тютелька в тютельку, и место есть вот для вентиляции двигателя компрессора, сейчас я вам открою, покажу, как он выглядит внутри, Монечка, ты так сюда не вовремя пришел, ну, так не вовремя пришел, посидим, и мальчик, вот здесь пока, значит, вот здесь ручка с одной стороны, и с другой стороны, и вот так вот это открывается, вы посмотрите, я даже сюда, наверное, влезу, две корзины здесь есть, вот, которые идут в комплекте, и очень упругие стенки, моя подруга Танечка, вот, которая была в гостях, она рассказывала, что у нее был китайский ларик, от которого она избавилась, говорит, лент, там стенки, вот так вот можно проткнуть пальцем, вот такой металл, ну, правильно, в Китае нет металла, и они, естественно, экономят, силумин, по-моему, называется этот металл, вот, и, короче, я сделала вывод, вот то, что рассказала Таня, говорит, вот прям вытаскиваешь, не дай бог, ты же мороженое, вытаскиваешь, не дай бог, что-то упало, ударилось, все, дырка, а дальше обыкновенный пенопласт, а я смотрела, эти лари, китайские, у них очень маленький вес, ну, то есть, там 25 килограмм, вот такая, ну, морозильная камера, вот этот, по-моему, весит, не буду врать, посмотрю, но никак не 25 килограмм, он такой тяжеленький, он на колесах, вот, вы видите, его легко передвигать, в общем, я прям довольна, сейчас вот встану вот сюда, вот так вот смотрится, ну, да, немножечко, конечно, заняла ванной, но зато, как бы, не занимает место на кухне, еще какую-то комнату, вот, вписался, Монечка, ты так и сидишь, вот такой послушный котик, вот как посадила, так он и сидит.